Чемпионат, первенство Дальневосточного федерального округа, а также фестиваль осенний по чирспорту прошли в Корсакове. Собралось рекордное количество участников, более 650 человек. В их числе также выступили и привезли домой призовые места юной амурчанки. Первое, что можно сказать, чирлидинг – очень разносторонний вид спорта. Профессиональная поддержка команд может основываться на танцевальных элементах с небольшим добавлением акробатики, а может и наоборот. На выбор стиля при этом влияют не только физические возможности участников коллектива, но и техническое оснащение площадки. В Амурске с недавнего времени существует и довольно-таки успешно команда «Драйв». Юные чирлидеры уже не в первый раз привозят призовые места с различных соревнований, как и случилось в этот раз. Девушки вместе с тренером Анной Анатольевной Зенченко выступили на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по чирспорту в городе Корсаков Сахалинской области. Мы поехали в составе сборной Хабаровского края, ну то есть нам прислали приглашение, так скажем, мы полетели в составе сборной. Поехали сильнейшие команды Хабаровского края. Возили мы только юниорский состав, то есть нас ездило немного, 7 человек. Выступали в таких дисциплинах, как чир-джаз двойка, чир-хип-хоп двойка, чир-фристайл двойка. Также были три сольные программы, было одно общее шоу и был чирлидинг станд один. А наша фристайл двойка Лютина Ксения Буданова Алина вошла в тройку, то есть это очень хороший результат войти в тройку на таких соревнованиях. Они заняли третье место, но мы ему очень были рады, то есть это достойный прям хороший результат. Ну и в остальных дисциплинах тоже были, конечно, заняты призовые места, но вот за это гордость больше всего берет. Состязания состоялись на Сахалине уже в пятый раз. В этом году на остров прибыли команды из 16 городов Дальневосточного федерального округа. Спортсмены представляли Хабаровские и Приморские края, Сахалинскую область и Республику Бурятию. Нервы на пределе, более 650 участников, травмы и слезы. И это чемпионаты первенства Дальневосточного федерального округа по чир-спорту. Идеальные прически, собранные в шишку и яркие костюмы со своей изюминкой отличали каждую команду друг от друга. Готовились усиленно, занимались каждый день, тренировались. В последнюю неделю уже все уроки все бросить пришлось и тренироваться, все силы туда пустить, чтобы хорошо, достойно выступить. Все были очень довольны, потому что мы съездили, посмотрели на уровень. То есть мы сейчас, я думаю, у них очень большой стимул к работе, потому что они посмотрели на очень развитые и хорошие команды, которые участвуют и в чемпионатах Европы, и на всероссийские соревнования ездят. То есть у нас тут такого не посмотришь. Поэтому очень все понравилось, сама поездка понравилась. Уезжать не хотели, просили, что осталось, но учеба, дела. Надо возвращаться. Мы съездили хорошо, заняли шесть призовых мест. Мне все понравилось, особенно соревнования. Было очень трудно выступать, шоу было трудно и особенно соло. Я очень волновалась, но выступили вроде бы хорошо. Мне очень понравилось, когда вручали награды. Это было так волнующе. Вручение наград было самым выполнительным. Почему? Потому что мне было страшно, что такое место мы займем. Мы заняли, где я танцевала, заняли второе и третье место. И для меня это очень классно, потому что соревнование первое для меня. Чемпионаты первенства Дальневосточного федерального округа по чирспорту заставило помериться силами группы поддержки со всего Дальневосточного округа. Команды зажигали публику не только яркими танцами и кричалками, но и сложными акробатическими номерами. Предсказать результаты состязания чирлидеров практически невозможно. Ведь каждая команда по-своему индивидуальна. Евгения Дудко, Олег Кузьмичев, телеканал Амурск.